Привет всем! Мы сегодня с вами находимся в магазине H&M. Все-таки я не теряю надежду найти что-то интересное в новой коллекции, потому что все-таки ведь лето, весна на носу. Ну вот я вот иду, и вы видите, такая бла, прям бла. Единственное, что вот я вижу на горизонте голубое красивое пальто, судя по всему. Давайте рассмотрим его, наверное, может быть даже примерим. Значит оно стоит 80 долларов и очень красивое пальто. Давайте посмотрим на него. Невероятной красоты, цвет и хороший фасон. Вот это, кстати, оно довольно большое. Это размер экстрасмола, представляете? В общем, я не думаю, что в нем есть какая-то шерсть. Давайте я посмотрю, проверю на всякий случай. Да, шерсти никакой нет, но пальто красивое. Очень красивое и на ощупь очень приятное. Прямо мне захотелось его примерить. Красивое пальто, они ничего не скажут. Ну, нашла я розовенькое. Да-да, все-таки ведь лето. Вы знаете, что я помню, один раз была шикарная коллекция летняя и весенняя, пару лет назад. Просто глазам было нельзя поверить, какая была хорошая коллекция, состоявшая из очень красивых летних платьев, причем они были хлопковые и они были дождяные. Некоторые из них, я могу найти цену. Вот, 37 долларов она стоит. И да, состав стопроцентный хлопок, девочки. Я не знаю, если вы видели, поняли из моего видео, потому что она так низко висит и очень трудно снять. У него очень красивая рука, фонариком, грязная, испачканная. Давайте я возьму на другое платье, потому что это какой-то, какой-то ужасный. Вот, посмотрите, какой красивый рукав, оно довольно длинное. И это вот размер медиума, я вижу, что оно довольно просторное. Большое, широкое, красивое платье. Это из новой коллекции. Какие-то вот такие подстреленные кофточки. Я не понимаю их, вернее, я понимаю их, но для девчонок молодых. Все еще продаются зимние вещи. Смотрите, симпатичный кардиганчик. О, какой симпатичный. 39 долларов он стоит. 40 долларов. Это размер Extra Extra Large. Но он не выглядит уж таким большим, если учесть, что вот это вот у него вышивка здесь, не картинки. Я думаю, что вышивка, конечно же, не ручная. Но он очень милый и приятный. И к нему продается вот такой топик. Вернее, я не думаю, что это к нему, потому что другое качество, другой цвет. Ну, может быть, нет, их нельзя носить вместе. И вот он, кстати, только один в магазине. Я так понимаю, что разобрали. Ну, вот эти платья все, мы уже их видели, по-моему, с вами. А вот такой же жакет за 40 долларов. Такой же, в смысле, расцветка, вот как вот это платье. Видите? По-моему, такая же расцветка, только немножко другая ткань. Такой, такой. В общем, похоже. Короче, такой жакет, знаете, немножечко такой, как пижамная такая рубаха. 40 долларов он стоит. И у него вот такой ряд двуборотных плуговиц. Ну, такая точно, знаете, пижамная история. Тоже, видите, размер смол. И он довольно объемный. Даже не жакета, а скорее рубашка. И вот видите, они все разные, потому что они все скроены. Видите, вот здесь на воротнике есть цветок, а вот здесь нету. То есть они все скроены из одного куска, как бы, но все из разных, из разных частей вот этой вот ткани, полотна этого. Поэтому они все немножко выглядят по-разному. Платье-рубашка тоже розовая, длинная, предлинная. Что еще интересного? Это магазин двухэтажный, поэтому я специально сюда приехала. Привет, я там в зеркале отражаюсь. Потому что в надежде, что здесь я найду чего-то больше, чем в магазине, которые одноэтажные и маленькие. Но пока что-то ничего такого. Я поехала на второй этаж, но здесь, по-моему, молодежное все. И вообще совсем какой-то полный отстой. Давайте посмотрим. Второй этаж я тоже приехала на Куашину. Ну, здесь молодежная мода. И здесь вот такая вот история семидесятых. Джинсовый жилет и джинсовые брюки. Какая-то геометрия. А вот эти вот цветочки, вот эти вот цветера. И были еще у них такие платья, но вы знаете, что их, по-моему, уже раскупили. Такая история, как будто бы Моримека. Видите? Рисунок 35 долларов стоит. Синтетический, конечно же, свитерочек, но... Такой а-ля под Моримека они сделали. И здесь еще что-то такое подобное. Ну, вот это неплохой, кстати, свитер. 15 долларов всего лишь. Размер медиум. Его можно очень даже удачно применять во многих аутфитах. Видите, вот снова тоже такая же история. Я, правда, не вижу его цены. Размер extra-extra large. Но поскольку это молодежный отдел, хотя даже для молодежного отдела он очень большой. Но очень интересная расцветка. Такая, знаете, и расцветка сама, и цвета яркие. Потому что весь остальной ченем это какая-то... Такая бежево-серая тема. А вот здесь все-таки в молодежном отделе хоть что-то. Вообще, мне этот цветок понравился его расцветкой. Смотрите, правда? Интересно, да? И вот здесь вот такая тема. Вот такие вот брюки. Значит, много вот такой геометрической геометрии. 20 долларов. Джинсы очень клешные внизу. И... Шестой размер, но они очень маленькие. Опять же, потому что это молодежная линейка. Я бы хотела их примерить, но я в них не влезу, девочки. Никакими силами. Никак. Я увидела интересное платье, съезжая со второго этажа. И, знаете, оно мне нравится. Своей такой лаконичностью, простотой. Но в то же время что-то в нем есть интересное. Интересный такой рукав с пуговичками. Стоит оно 50 долларов. Это размер medium. Я не люблю вот этот воротник. Но, в принципе, само по себе платье очень интересное и очень неплохое. По-моему, достойно внимания. Еще одна интересная тема, которую я нашла здесь. Это вот такие вот... Не фасоны, а даже расцветки. Очень интересная расцветка. Это платье. Оно стоит... Не цены на нем. Видите, вот оно такое не очень длинное, с поясом. Есть похожее платье. Похоже расцветки. Но вот мне очень интересно вот этот рисунок такой. Знаете, вот это платье стоит 40 долларов. Размер medium. И оно довольно длинное. Такое платье-рубашка. Тоже довольно интересные манжеты. Видите, у них вот есть несколько вариантов вот этих вот расцветок. Есть платье вот такое вот на запах. Как будто бы кимоно. Оно стоит 70 долларов. Но это размер extra-extra large. Я не знаю, вам видно или нет. Видите, какой широкий у него рукав. Низкая пройма. Такое есть. Есть такой же расцветкий топик. Просто на шлейках коротенький. Ну, не очень коротенький. Просто топик. И есть еще вот такое вот платье. Видите, оно короткое или платье, или это топ. Я даже не знаю. Наверное, это топ. Потому что это такой размер большой. Extra-extra-extra large. И он очень, и он очень огромный. И стоит он 30 долларов. Я хочу вам больше что сказать. Я хочу вам сказать, что у них совершенно пропали все их коллаборации. У них раньше были какие-то коллаборации интересные. Но сейчас все это куда-то ушло в никуда. Или все это ушло в онлайн. И вот есть такие еще блузки. Мне нравится эта расцветка. Глузка, вот видите, стоит 20-30 долларов. Это Extra Small. Она очень большая. Я думаю, что мне будет в самый раз. Вот. Вот это интересные вещи. Вот такой вот расцветочки. Много очень распродажей есть. Но это еще не наша цель. Наша цель – новая коллекция. Всем привет еще раз. Я не знаю, разделю ли я это видео на две части. Или это будет одно видео. Я там снимала в зале. И, может быть, я сделала два видео. Ну, не знаю. Посмотрю. Короче, я тут самозахватом захватила большую примерочную инвалидную. На фронтеск никого не было. И я просто пошла. И просто обычно они начинают много спросить. Ну, в общем, короче, неважно. Очень быстро покажу вам свой образ. Сегодня я в таких брюках. Они, на самом деле, не черные, а такие немножко бордовые укороченные брюки. Ботинки у меня тоже бордовые. Не очень это видно. Пояс, красный свитер и пиджак со змеей. Нет. Пиджак сам по себе змея прикол от одной в качестве украшения. Все. Давайте примерять. Значит, глупое пальто я принесла. Несколько вот этих вот вещей интересных. Вот эти вот такой, знаете, расцветки. И вот два свитера из молодежной коллекции. Просто потому, что мне показались самые яркие. В отличие от всех остальных вещей, которые какие-то черно-белые. Все довольно скучное, такое унылое. Но будем лепить из того, что было. Вот такие дела, девочки. Здесь так холодно, вот и примерочные. Здесь, по-моему, включен кондиционер. Мне кажется, что я сейчас очень быстро буду все примерять. Иначе я замерзну здесь, как в холодильнике. Цвитерок, ну, такой. Во-первых, это, по-моему, размер extra-large. Я принесла его только за цвет. Опять же, вот эта вот, знаете, тема маримейка. Они сейчас сделали в H&M. Вы видели, я там снимала, там были цветочки. Как бы, цвета в цветочках маримейковских таких, знаете, растречках. И вот этот свитер. Вот эти вот такие вот полоски. Это тоже типичная маримейка. Ну, и цвета бесподобные. Розовый с оранжевым. Очень красивый цвет. Цены на нем нет. Я цены не нашла. Видимо, этикетка оторвана. Вот такой вот он широченный. Но, знаете, в данной ситуации, мне кажется, что вот эта ширина его очень неплохая. Мне кажется, что он и должен быть таким широким. Был бы уже, и выглядел бы, наверное, как-то в блюпон. Потому что он довольно такой короткий. Был бы меньшего размера. Был бы, наверное, совсем коротенький. Состав синтетика. Даже не буду на этом останавливаться. Сейчас проверю точно какой-то размер. Скажу вам. Покажу. Видите, какой размер? ХХЛ. Экстра-экстра лавч. Это вот линейки. Девайдер. И цены нету на нем. Но он такой миленький. Если, может быть, узнаю цену потом на кассе, напишу. Или у продавца у кого-то спрошу. Видите, этот миленький и он уже значительно короче. Но, может быть, у него другой фасон. Может быть, он должен быть. А притяг, в принципе, тоже вот, знаете, такого похожего типа. Но он не страшно короткий. То есть, вот он короткий, но он такой прикрывает живот. И все, что нужно. У него очень интересный вот такой вот рукав. Он интересный, но он неудобный. Вот, чтобы с крепкой надирать, нужно очень большая броня. И... Ну, вот такая вот светочка незамысловатая. Но он стоит 15 долларов. Поэтому ведь я подхожу и меняется свет. Интересно, да? Ну, приятный светорок. Тоже из этой детской коллекции молодежной. Тоже, конечно же, синтетика. Стоит 3 копейки. Но если вы хотите немножко освежить свой гардероб чем-нибудь новеньким и таким нейтральным. Потому что это черно-белая вещь. И вполне такая неплохая. Но если у нас уже пошла такая черно-белая тема. Хотя, если честно, этот свитер именно черно-белый. А юбка такая молочно-черная. Даже молочно-серая, я бы сказала. Вот вы знаете, в зале мне казалось, что это черно-белая. Но когда я сравнивала с черно-белым свитером, я понимаю, что это совсем не черно-белый. Ну, неважно. Я хотела примерить эту юбку. Мне было очень интересно на нее посмотреть. Мне очень нравится вот эта вот расцветка у меня. Также вот есть вот такое вот платье. Я принесла им похожая вуза. Тоже вот такой, знаете, не яркий, но очень графичный красивый рисунок. Юбка плессированная, размер смол. Немножко жмет мне в резинке, но, в принципе, нормально. Я хочу сказать, что у них, они сейчас очень большомередные черные. Я никогда в жизни не носила их смол. Теперь я, в принципе, могу вот влезть в юбку смол. И даже, ну, как бы не так сказать, что она мне очень уж так мыла. Красивая юбка, плессированная. Вот такой вот интересный рисунок. Довольно такой классический и спокойный, но в то же время интересный. Красивый. Мне нравится вот эта вот линейка. Я заметила ее в зале. У них есть несколько вещей вот такого типа. Ну, как бы у них есть такой целый набор. У них есть юб, даже грузы, топики. Я тоже снимала, опять же, в зале. И немножко есть вот другой такой отличающийся. Ну, красивый, я бы симпатичный. Если кому-то интересно, то этот свиторог был размер medium. Стоит он всего лишь 15 долларов. Та же линейка Divider, конечно. То есть Divider, конечно же, синтетика. Но, в принципе, он довольно такой симпатичный. И прямо так не скажешь по нему сразу, что он прямо такой дешевый-дешевый. Свитер из вечера. Довольно приятный. И, в общем-то, видите, он немножко такой без дырочками. Но, такой, хорошая мялочка, интересная. Довольно миленький такой. Вы знаете, я решила применять эту юбку с этой рубашкой. Они очень похожи, но разные. И мне кажется, что это красиво, девочки. Вот мое такое чисто дилетантское мнение. Мне кажется, что это очень симпатично. Потому что они как бы перекликаются. Они разные. Но они похожи. И я решила оставить эту рубашку сверху. Выпустить ее наверх. Надела свой пояс черный. В принципе, вместе это выглядит очень неплохо. Как-то же. Мне нравится. Можно, конечно, рубашку заправить. Но сверху здесь в юбке резинка. И это не очень красиво выглядит. А вот так вот. Две такие ткани похожие, но разные. Видите? По-моему, это красиво. Потому что они обе не яркие. Они обе такие бежево-синий. Я бы то же сказала, это расцветка. В зависимости от цвета. Иногда это выглядит как будто рисунок синий. Иногда это выглядит как будто бы рисунок серого цвета. Но не черный. И не бело-черный. Это именно такой молочно-синий или молочно-серый. Мне кажется, что очень красиво. Мне прям нравится. Прям нравится. Значит, я примеряла размер смол. Юбка стоит 50 долларов. Немало. Потому что состав 100% полиэстер я проверила. Видите? У нее сверху сделана резинка. Очень незамысловатый фасон. Просто плессировка. И вот такая вот расцветка. За что такие деньги? За что они как бы 50 долларов занят? Хотя я не знаю. Потому что это новая коллекция. Видите? 50% переработаны полиэстера. 50% не переработаны. Юбка красивая. Ничего не скажешь. Но 50 долларов, конечно, это многовато. Блуза стоит 29 долларов. Намного дешевле, чем юбка. Как ни странно. Тоже 100% полиэстер. Почему за юбку они берут 50, а за хрузу они хотят 30? Я не знаю. Это был размер экстрасмол. Вы понимаете, какие размеры? Она очень тоже большемерен. Потому что экстрасмол у меня никак. Мы видели это на мне. Оно, в принципе, нормально вполне сидело. Она сделана, выполнена на манжете. С такими вот с пугачками. Ее цена более или менее 30 долларов. Это адекватная цена. Но видите, немножко дугая расцветка. Я не знаю, что за расцветку что ли они берут дороже. Не знаю. Но вот потом вот что. Платье. Очень интересное платье. Мне оно нравится. Оно своеобразное, но оно интересное. Да? Вы у меня у меня у меня у меня? У меня у меня у меня есть 5 минут. Я знаю. О, у меня есть 5 минут? Я у меня есть 5 минут. Спасибо большое. У нас ждет семья. Вот почему. Именно эта комната. Я ее сама захватила. Так. Будем очень быстро. Нас ждет семья. Очень интересное платье. Мне очень оно понравилось. Хотя, в принципе, оно, ну, как бы тоже такое своеобразное. Тоже вот такой же бежево-молочной с синей полоской. Интересные такие, знаете, широкие рукава. Ну, при этом здесь с пуговицами. Очень интересные здесь сбоку такие разрезы с отделкой. Пояс в нем есть. И он красиво сделан. Вот этот вот очень. Мне не нравится такой воротник. Вот, в принципе, оно сделано довольно симпатично. И выглядит очень ничего. Мне прям нравится оно. Очень симпатичное платье. Красивое. Я бы даже сказала. Карманов, жалко, нет. Или есть? Нет. Карманов нет. Окей. В общем, платье мне нравится. Мне нравится вот этот вот интересный рукав в нем. И размер, в принципе, неплохой. Так, главное, он это вытягивает. Красиво. Так, платье тоже стопроцентный полиэстер. Стоит оно мерило и размер медиум. Видите, сидело хорошо. Она мне тоже стоит 50 долларов. А вот интересно, что вот эта юбка стоит 50 долларов. Ну, где справедливость? Рукавный план. Шип. Так себе. Нет, это такой фасон у него здесь. Или это какие-то странные закладки. Ну, в общем, вы видели вот такой вот интересный фасон. Все, давайте иметь еще одно платье. Платье-рубашка. Довольно свободное, довольно просторное. Не очень длинное. Вот именно вот фасон-рубашка. Рукава, манжеты. Тоже вот такой вот рисунок, как в юбке. Красивый. И вот такое вот все на пуговицах. Рубаха такая широкая, просторная очень. Давайте я попробую с поясом с вами надеть. С поясом он тоже выглядит вполне неплохо. Даже с поясом, мне кажется, выглядит очень хорошо. Как всегда. Все, что я ношу с поясом, мне больше нравится, чем без пояса. Ну, вот такое вот простое платье. Обычное платье-рубашка с поясом. Симпатичное. Единственное, что и очень интересная, красивая расцветка. Прямо мне она очень нравится. Жалко, что нет карманов. И вот именно с ним почему-то я решила примерить это пальто. Это размер смол. Оно очень-очень оверсайзное, очень большое, очень объемное. Но оно очень красивое. Необыкновенно красивый был мой цвет. Выполнено оно очень хорошо. Не придерешься ни к чему. Единственное, что состав, конечно, у него синтетика. Но вот выглядит оно шикарно, девочки. Вот реально шикарно выглядит. Очень красивое платье. Очень прям рекомендую, учитывая, что оно стоит 80 долларов. Это прямо, это прямо, это прямо находка, я считаю. Такой шикарный весенний цвет. И очень хорошо сделано. Видите, оно прямо как будто бы дорогое, хорошее пальто. Это размер смол. И тут оно очень-очень универсайзное. Так, платье у нас был размер medium. И стоит оно 40 долларов. Не очень дорого. А пальто, вот я мерил размер смолки, оно стоит 80 долларов. Девочки, из всех вещей, я вам должна сказать, что пальто очень достойно. Посмотрите, как оно хорошо сделано. У него все строчки ровненькие. И такой легкий, такой рубчик. Конечно, полиэстер. Видите, вот написано 50% полиэстера. Подкладка тоже полиэстер. Но карманы, в общем, рукав. Очень-очень достойное пальто. Прям очень. Все, девочки, будем прощаться. Я прошу прощения, что скомкало конец. Потому что ко мне уже тут молотится. И там очередь. Люди ждут вот именно эту большую примерочную. Ну, видимо, им она положена. А я сюда сам захватываю. Все, надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду очень вам всем рада. Пока-пока. Всех целую. Увидимся в следующем видео. Бай-бай.